Приближающийся сентябрь для многих из нас это прежде всего первый месяц учебного года. Летние каникулы пронеслись стремительно. Хорошо, когда помимо отдыха они приносят дополнительные знания и опыт. Нынешним летом группа школьников получила возможность поработать в аптеках крупнейшей новосибирской аптечной сети. Ребята работали в разных аптеках, изучая устройство этих, на первый взгляд, простых предприятий. Вообще поначалу я не знала, что есть в аптеке еще какое-то помещение, кроме торгового зала. Но сейчас я узнала аптеку изнутри и ее структуру, как она сама работает. Как и каждое предприятие, это сложный механизм. Откроем вам небольшой секрет. Школьники, которые работали в аптеках, это дети сотрудников МП НАС. Для них эта работа не просто возможность узнать что-то новое для себя, это знакомство с делом жизни своих родителей. Ребята говорят, вот теперь мы пап и мам понимаем лучше. До этого лета нам казалось, что работа у них совсем не сложная. Заведующий, заместитель заведующей сидят вместе с бухгалтером, делают какие-то там бумажные работы. Фармацевты продают товар, вместе с этим делая какие-то другие дела. Но оказалось, что все принимают участие активное в работе и помогают друг другу. Возможно, кто-то из них никогда не придет работать в аптеку, а кто-то, наоборот, уже сейчас начнет готовиться к будущему поступлению в соответствующие учебные заведения. И тот, и другой путь теперь ребята смогут выбирать осознанно. Главное, что они узнали этим летом. Если вы любите людей и хотите им помогать, то вам здесь, в Новосибирской аптечной сети, будет комфортно. Здесь на этом все строится. В свою очередь в МПНС уверены, сложные бизнес-процессы в новых условиях, требующие максимальной эффективности, с использованием самых новых, самых современных технологий, должны осуществлять квалифицированные специалисты. А подготовка таких специалистов дает лучшие результаты только тогда, когда современные знания взаимодействуют со знанием традиций. Это и есть преемственность, которая обеспечивает устойчивость производственной деятельности и сохранение уважительного отношения к людям, помощь которым есть то, ради чего работает Новосибирская аптечная сеть. Новосибирская аптечная сеть. Если на карте зажечь огоньки во всех местах, где работают аптеки или аптечные пункты МПНАС, вы удивитесь, новосибирская аптечная сеть практически отвечает за обеспечение лекарственными препаратами всего города. То есть для каждого жителя города есть удобное место, где он может приобрести все, что ему требуется, в соответствии с рекомендациями врача и по собственному выбору. Сделать для человека максимально удобным выбор лекарств, обеспечить его потребность и дать возможность приобрести все необходимое в одном месте и в удобное время – это задача современных фармацевтов. По сути, нам с вами надо знать, что есть специалисты, которые отвечают за наше обеспечение необходимыми лекарствами, и они же решают за нас все вопросы логистики. По молодости, может быть, я бы эти пять аптек и отбежала, а сейчас мне удобно зайти конкретно в ту аптеку, в которой ждет меня заказ. Галина Михайловна недавно вышла на пенсию. Она продолжает работать, она знакома с интернетом, но проблем со здоровьем чуть прибавилось, и нужно вовремя приобретать необходимые лекарственные препараты. Тратить на это время и силы не хочется. Возможно, новый сайт МПНС поможет решить проблему. Галина Михайловна с помощью ведущего специалиста Новосибирской аптечной сети тестирует новую версию портала, который позволяет заказать необходимые препараты и выбрать удобную для осуществления покупки аптеку. Этот сайт, честно говоря, как находка. Я могу, не выходя из дома или на работе, если есть свободная минутка, заказать то лекарство, которое мне требуется. В отличие от других каких-то сайтов, здесь довольно просто все набирать. И все написано. Вот нажмите на кнопку 1, пройдите в корзину, нажмите на корзину. Я думаю, что даже для людей, которые мало знакомы и не совсем дружат с компьютером, прочитав вот эту вот ссылочку, можно пройти и просто нажать ту кнопочку, какая указана, и сделать заказ, какой нужен. Удобно. Я, конечно, не ожидала, что передо мной весь город в виде аптек покажут. Я могу выбрать любую аптеку, какая мне удобная. Я еду с работы. Зашла в удобное время, взяла свой заказ. Новая версия сайта – это внешняя, понятная, доступная часть огромной работы, которую сейчас осуществляет МПНАС. Крупнейшая сеть, в основе принципов которой соблюдение лучших профессиональных традиций нескольких поколений фармацевтов и провизоров, просто обязана эти традиции приумножать и развивать. А это означает, что необходимо учитывать в организации деятельности и работе с покупателями все современные требования. Обновлять систему организации бизнес-процессов, переходить на современный язык коммуникаций со своими потребителями. Сеть МПНАС действительно крупнейший и, наверное, старейший фармпредприятий города, но мы работаем в современных условиях, работаем на высококуретном рынке и в сфере услуг. Все это диктует нам условия такие, что мы должны развиваться не просто как фармкомпания, но как фармкомпания, которая идет много со временем и применяет новые технологии. Новые технологии общения с клиентом, новые технологии продаж, новые технологии приобретения лекарственных препаратов. Я бы разделил эти направления на две составляющие. Первое – это технологии внутреннего производства, то есть общение с фармацевтами. Мы давно уже применяем электронные документы оборота, обмен идет с помощью защищенных каналов связи. Все это убыстряет бизнес-процессы и, соответственно, убыстряет все процессы, связанные с отпуском лекарственных препаратов. Мы быстрее приобретаем лекарственных препаратов, быстрее его продаем, быстрее обменяемся информацией. Мы уже давно не проводим совещания в конференц-залах. Есть у нас видеоконференц-связи, есть система мгновенных сообщений. У нас разработан собственный программный продукт, который обрабатывает заказы, приобретает лекарственные препараты, буквально выставляет их на полки и реализует, и ведет отчетность по проданным товарам. Все это направлено на то, чтобы МПНАС в быстро движущемся ритме работы с клиентом была бы на плаву и отвечала тем требованиям, которые предъявляет новый покупатель, в том числе и в фармкомпаниях. Ну и второе направление, тот же сам покупатель. Многие современные способы продаж – это так называемые виртуальные продажи. И мы сейчас пытаемся представить нашему потребителю привычную аптеку с функцией так называемого виртуального посещения аптеки. Это наш новый сервис – интернет-заказы. Когда посетитель, попадая буквально в реальном режиме времени в интернет-аптеку, видя весь товарный запас, может сравнить цены, выбрать ту аптеку, которая ему близка и понятна, сформировать заказ и здесь же пообщаться с фармацевтом, там быстрая система обратной связи, можно получить полноценную консультацию, как будто ты пришел в эту аптеку. Единственное, что нужно – приехать и забрать заказ. У нас есть отдельное окно, ты уже побывал в аптеке, тебе нужно прийти всего лишь и забрать заказ. Ты уже снова не будешь стоять в очереди, не тратить время на фармацевта. Вот эта модель сейчас и реализуется в муниципальной аптечной сети, и в скором времени мы ее представим городу. Для того, чтобы новая модель удовлетворяла всем требованиям потребителей, о том, как удобнее все устроить, спрашивали у самих потребителей. Понятное дело, что у крупнейшей в городе аптечной сети и раньше был свой сайт. Новость не в этом. Новость в том, что в Новосибирске появляется новый сервис. По сути, виртуальная аптека, в которой работают квалифицированные специалисты. И соблюдаются все требования к качеству предоставляемых товаров и услуг. И что еще немаловажно, с помощью нового сервиса покупатель выбирает лекарственные препараты, а оплата осуществляется уже в аптеке, что позволяет заказывать весь ассортимент необходимых лекарств, в том числе тех, на которые требуется рецепт от врача. Ведь только после того, как фармацевт в аптеке увидит рецепт, покупатель оплатит лекарства. В общем, все удобно и законы соблюдены. Приобретение товаров посредством интернет-заказа, в общем-то, не является в прямом смысле интернет-магазином, поскольку в конечном счете потребитель покупает лекарственные препараты и прочие товары аптечного ассортимента непосредственно в аптеке, где соблюдаются все необходимые требования действующего законодательства, касающиеся приема товара, его хранения, ну и реализации в том числе. Разумеется, качество все сохраняется, оно подтверждено нашим положением о качестве, оно подтверждено требованиями по хранению препарата. Это соблюдение температурного режима, хранение в определенных защищенных помещениях и так далее. Все, что требуется лицензионными требованиями. Еще раз вернемся к главному – сохранению традиций с учетом требований времени. Для многих потребителей услуг аптечной сети важно общение. Возможность уточнения деталей, комментарии от специалистов по различным вопросам. Лишать своих покупателей такого общения в новосибирской аптечной сети не намерены. Это уже третья версия, в которой аккумулирован весь опыт взаимодействия нашего предприятия с нашими клиентами, нашими покупателями. Это уже фактически не сайт, это целый портал, в котором присутствуют дополнительные сервисы, которые отсутствовали в первых версиях. Дополнительным удобством для любого пользователя является, конечно, непосредственное общение и помощь квалифицированных специалистов. В нашем сайте в новой версии присутствует такая возможность. Будет предусмотрена услуга онлайн-консультирования, где высококвалифицированные специалисты, наши фармацевты, смогут в режиме онлайн ответить на вопросы наших покупателей. Количество точек продаж МПНАС настолько велико, что наш сайт, он как бы продолжение самой аптеки, в отличие, может быть, от тех специализированных сайтов, которые продают просто лекарственные препараты без какого-то сопровождения оффлайн, присутствия в городе. И мы изучали опыт наших коллег, у нас было исследование, мы изучали нашего потребителя, насколько наш потребитель готов к такому сервису и подстраивались под нашего покупателя, который нам привычен. Плюс мы хотим привлечь к себе дополнительного покупателя, который привык только таким способом приобретать другие товары, в том числе товары аптечного ассортимента. Соответственно, молодые люди, которые живут как раз в интернете, живут этими гаджетами и этими технологиями, полагаем, что они станут нашими постоянными клиентами. Напомним, сайт, портал – это внешняя и понятная сторона вопроса о новых информационных технологиях. Но мы же с вами понимаем, что за этим красивым словосочетанием много очень сложных и очень специализированных аспектов. За ответами и комментариями отправляемся к специалистам, к тем, кто хорошо знает аптечные сети и информационные технологии. Специалисты компании Softline сотрудничают с МПНАС уже несколько лет. Но когда возникла потребность в доработке портала и усовершенствовании системы информационной безопасности, компании пришлось пройти через очень серьезный конкурс с высокими требованиями. Наша компания работает уже более 20 лет на рынке. Мы имеем большой опыт в реализации и интернет-порталов, и информационной безопасности, ну и многих других сервисов. Ну и плюс мы находимся в Новосибирске, мы находимся близко к заказчикам, мы знаем, какая у нее инфраструктура, поэтому это нам помогло выиграть эти конкурсы. И в результате мы сейчас реализовали для заказчика несколько систем. Первая система – это портал и основная система для развития бизнеса заказчика. Вторая система, которая идет в параллели, это система информационной безопасности. Аптечная сеть вообще – это очень продвинутый заказчик в ИТ. В частности, они модернизировали все свои информационные системы. И следующим логичным шагом стало модернизировать основной бизнес заказчика, это продажи лекарственных средств. И здесь они идут в ногу со временем, они автоматизируют эти продажи. С одной стороны, это приносит им повышение эффективности бизнеса. Самое главное – это сказывается на потребителях. Потребители получают лекарственные средства по более низким ценам, потому что заказчик меньше тратит на то, чтобы их продавать. Давайте разберемся, как связаны высокие требования информационной безопасности с нами, потребителями. Мы хотим получать ежедневно и бесперебойно высокое качество обслуживания. Значит, система должна работать бесперебойно. Значит, сервис должен быть абсолютно защищен от всех неприятностей, угроз и атак. Любая реализованная атака – это не только прямой финансовый ущерб, но и репутационные риски. Поэтому современная компания, дойдя до определенного уровня, для того, чтобы обеспечить своего потребителя товарами и услугами без перебоев и потери качества, должна заботиться об информационной безопасности. Аптечная сеть, она заботится о своей репутации и не допускает подобных проблем, с одной стороны. С другой стороны, они хотят соответствовать требованиям современного законодательства, так как Российская Федерация тоже не хочет, чтобы были проблемы у компаний, связанных с персональными данными, с хищениями данных и так далее. И вот мы сделали для них данный проект, который позволит, с одной стороны, защититься от этих угроз, а с другой стороны, при изменении информационных систем продолжать быть защищенными. Мпанас является достаточно зрелой компанией в части IT, меняются сервисы, меняются услуги, которые компания предоставляет. И поэтому компании нужно оперативно реагировать на те изменения, которые происходят как у них, так и во внешней среде. Помимо высокой сложности задач, нужно было учесть еще одно важное требование. Работу аптечной сети нельзя остановить ни на минуту. Нельзя рисковать бесперебойностью обеспечения лекарственными препаратами горожан. С учетом этих требований и работали специалисты двух крупнейших компаний. В итоге компания получила на сегодняшний день защищенные сервисы. Это реальная защита. Были внедрены решения ведущих российских производителей по информационной безопасности. Решения имеют сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Мы реализовали эту защиту на том уровне, чтобы система безопасности никаким образом не отражалась на сервисах компании, чтобы сервисы полноценно работали и компания могла развиваться дальше. Кроме того, мы разработали концепцию развития системы информационной безопасности на будущее. То есть компания в любом случае будет свои сервисы реструктуризировать, будет оптимизировать свои бизнес-процессы. И поэтому у компании есть четкое понимание, что делать дальше, что делать в случае возникновения инцидентов, как на эти инциденты реагировать и что делать, если все-таки инцидент произошел. Еще одна проблема нашего времени – персональные данные. Так или иначе, мы делимся ими с разными сервисами. Очень не хочется, чтобы закон в отношении нас нарушался. Эту задачу, поставленную оптичной сетью, также удалось решить специалистам. Если персональные данные попадают в информационную систему компании, а они так или иначе попадают, потому что используются и рецепты, и иные документы для того, чтобы приобретать рекарства, человек может быть полностью уверен, что требования по защите персональных данных, которые диктует нам государство, они полностью выполнены, что эти данные никуда не утекут. Итак, задачи, которые диктует время, практически решены. Но новые информационные технологии требуют новых знаний от специалистов аптечной сети и, безусловно, влияют на кадровую политику. Большое внимание уделяется именно обновлению кадрового состава не в плане возраста, а как раз их передачи сохранения традиций новому поколению работников, которые действительно, может быть, быстрее воспринимают новые технологии работы с программным продуктом. В то же время перенимают опыт и то, чем гордится МПНАС. И у нас есть приоритетная программа влечения персонала. Молодые работники, они проходят определенную стажировку, общение с нашими ветеранами, перенимают опыт. И в то же время понятно, что такие работники быстрее воспринимают все наши технологии и мы уделяем этому особого внимания при обучающих программах. Кроме того, у нас есть такой приоритет – это внутреннее продвижение. Если появляется вакансия, то по умолчанию сначала мы воспользуемся кадровым резервом. И поэтому молодой работник, он четко понимает, что при достижении определенных показателей у него есть четко понятная цель впереди, что он может стать заведующим аптекой, занять руководящую должность. Очень редко мы берем работников со стороны, потому что у нас высокий потенциал нашего молодого поколения в нашей аптеке. А еще работникам предприятия очень важно понимать, что у предприятия есть будущее. Видеть это будущее максимально конкретно и осязаемо. Сегодня мы посмотрим с вами аптеку по обучению, когда люди возвращаются в свои спальные районы и приобретают необходимые кастные препараты, в том числе и другие товары, которые требуются. Сегодня вечером здесь район молодежный, здесь находится у нас педуниверситет. И как раз не просто аптека, а еще будет отделение консультантов, которые будут оказывать услуги именно в направлении косметологии. Вот так, непосредственно демонстрируя строящиеся объекты, запланированные проекты, руководство МПНАС ведет диалог со своими молодыми специалистами. Два абсолютно разных проекта, разных пути, разных подхода. Мы увидели сегодня два разных направления развития аптечной сети. Одно более современное, второе более для спального района. Мне они очень понравились, интересны и то, и другое. Для сотрудников предприятия важно знать пути развития данного предприятия. В этой аптеке люди будут покупать лекарства по пути домой. Им будет удобно здесь остановиться, приобрести все, что может понадобиться. А это совсем новое направление для МПНАС. Сегмент лакшери в модном доме в самом центре. Уже есть концепция проекта, как будет расположено оборудование. И главная идея здесь представить как раз новый подход. Это организация, мы его называем условно фитобара, это какой-то зоны, которая направлена более на сохранение здоровья. Что-то промежуточное между нашим новым медцентром и привычной аптекой. Возможно, кто-то из молодых специалистов и будет работать в новой аптеке. Конечно, хочется. Самый центр, место престижное. Но и требований у клиентов будет немало. Фармацевты Новосибирской аптечной сети нас уверили. С этим проблем нет. Восьмая аптека у нас социальная аптека, поэтому у нас приходят разные люди, очень много людей проходит в день. Поэтому мы с капризными работаем, мы их любим, любим им помогать, решать проблемы. От нас, в принципе, уходят люди довольные, даже капризные. Ульяна потомственный фармацевт. Для нее вопрос выбора специальности не стоял. Ее мама с собой буквально в профессию привела еще в раннем детстве. Я с самого детства с этими свисочками, в боксах, даже как-то подрабатывала там посуду, мыла. И мне всегда это нравилось. И когда поступала, не было даже вопроса, куда я буду поступать. Я сказала, только туда. Я решила для себя с самого детства, кем я буду. Я считаю, что, конечно, человек должен найти ту профессию, которую он любит. И если человек любит людей и хочет им помогать и сделать мирно здоровее и счастливее, то, думаю, стоит идти в фармацевты. Мне кажется, это очень женская, очень интересная, очень нужная профессия. Я бы очень хотела, чтобы мой ребенок работал в фармацевте и в аптеке в частности. Помните, с чего начиналась наша история? Мы рассказывали вам о группе школьников, которые пришли нынешним летом поработать в МПНАС. В этой группе знакомилась с работой аптек и дочь Ларисы Федюковой. Я эту идею с большой радостью приняла. Мне показалось, что это очень замечательно вообще, что школьники в принципе могут летом не только какие-то свои проекты осуществлять, но и поучаствовать уже во взрослой жизни. Я в отношении своей дочери, что она сможет увидеть мою работу, где работаю я, с той же стороны, с которой ее вижу я. Что это серьезное предприятие. Для этого нужно образование, иметь опыт работы. И все это не так просто. Мне казалось, что это намного проще, что есть руководство, которое разбирается, конечно, в документах, там, все, кто сидят выше, но обычные фармацевты, что они просто стоят у прилавков, продают, продают, собственно, лекарства, всякие препараты, и не особо сложная такая профессия. Выяснилось, что это намного сложнее, чем кажется, вот, к обычному человеку. Это может сыграть очень большую роль в дальнейшем моем выборе профессии. То есть это может очень сильно на это повлиять. Что именно влияет на выбор профессии? Кто-то вдумчиво взвешивает все за и против, кто-то идет по стопам родителей, кто-то приходит к делу своей жизни через крутые повороты судьбы. Сегодня в сфере обеспечения лекарствами горожан трудятся не только фармацевты. Для того, чтобы система работала без сбоев, нужны разные специалисты. Но и люди, и технологии в новосибирской аптечной сети работают для достижения общей, главной цели. Самое важное – это то, что мы можем оказывать помощь людям, помощь в здоровье. Помочь людям – это главное. Для кого-то завершающееся лето – это просто окончание отдыха. Для наших героев, от самых юных и пока еще неопытных, до самых взрослых и квалифицированных, это лето было связано с новыми знаниями и новыми возможностями. И то, и другое в конечном итоге полезно для нас. Ведь мало только очень хотеть, нужно еще очень много знать. И обладать необходимыми ресурсами, если ты действительно хочешь помочь людям. Субтитры создавал DimaTorzok